Мои хорошие, привет! Сегодня у нас очередной летний холл. Это лето вообще каким-то получилось богатым на различные новинки и одежды у меня, но я знаю, что вы такие видео очень любите, поэтому надеюсь, что следующие несколько минут со мной вы проведете с удовольствием. И мне недавно пришла посылка с американского сайта Fashion Nova. У меня здесь есть две вещи прям самые любимые, которые для меня самые топ. Я решила их сразу показать, не буду оставлять на десерт. Это официально мое самое любимое платье этого лета. Во-первых, я уже говорила, что я обожаю вот такой фасон. Во-вторых, оно очень классно сидит. Я вообще люблю Fashion Nova за то, что у них все вещи приталенные. То есть, если это платье просто положить на пол, оно будет такого фасона песочные часы, а не просто прямое, как большинство вещей в масс-маркет-брендах. И это платье мало того, что классно села, оно еще и просто нереально удобное. Ты с ним, знаете, не ощущаешь вообще никакого дискомфорта. Например, вот когда ты приходишь с улицы домой, и тебе хочется скорее снять платье, надеть какие-то там удобные домашние треники. А здесь я могу прийти, пойти в нем готовить. Я не знаю, там, залезть на стул с ногами перед компьютером, завалиться на кровать. Я, конечно, не говорю, что стоит так делать. Но смысл в том, что я совершенно о нем забываю. Мне в нем настолько комфортно. И плюс ко всему, оно еще и каким-то чудом совершенно не мнется. Не знаю, как так происходит. В общем, какое-то волшебное платье. Оно идет в два слоя. Второй верхний слой это шифон. Сразу говорю, что ткань не натуральная, но в принципе она нормальная на ощупь. Не какая-то стеклянная. И нижний слой это такая черная подкладка. Его пришлось существенно укоротить, потому что оно было на мне изначально чуть ли не в пол. А на модели на сайте оно было по колено. Хотя вообще это не свойственно для моделей фашенова. У них обычно, знаете, такие фигуристые, миниатюрные девушки невысокого роста. И один раз даже было такое, что если я заказала платье короткое, а на мне оно получилось вообще катастрофически коротким в сравнении с моделью. Такое, что его прям было невозможно носить. Кстати, возможно, у них на сайте указан рост модели. Я как-то не проверяла эту информацию. Надо посмотреть. И также мне в этом платье понравился принт и цвет. Я вообще отчаянно пытаюсь как-то разбавлять цветовую гамму своего гардероба, но мне крайне редко нравится что-то не черное, не белое и не голубое джинсовое. Кстати, чтобы вы понимали, абсолютно все остальные вещи сегодня у нас будут черные и голубые. Это единственное такое цветное пятно, так что запомните его. Любимое платье номер два. Его, кстати, тоже пришлось существенно укоротить, потому что там вообще была фотография, взятая из инстаграма какого-то блогера, тоже не на стандартной модели фэшенова. Вот, но я абсолютно не жалею в любом случае. Изначально, кстати, я его заказывала с таким небольшим опасением, потому что я переживала, что его вообще не получится особо никуда носить. Я думала, это будет, знаете, такое атласное блестящее черное вечернее платье. Но по итогу оно оказалось, я, кстати, снова-таки не обратила внимания на сайте, на состав, как-то почему-то я не заморочилась по этому поводу. Вот, и для меня было таким приятным удивлением, что оно из приятнейшей вискозы, просто настолько космического качества ткань. Не знаю, как вам передать всю его мягкость. Оно, в отличие от предыдущего, конечно, уже мнется, но пофиг, потому что оно просто нереальное. В итоге я ношу его в качестве повседневного, с обычными шлепками, и совершенно не хочется его снимать. Вот два моих best of the best платья этого года. Оно, кстати, из линейки Fashion Nova Vintage. Видимо, какая-то премиальная линейка, потому что по качеству оно действительно очень сильно отличается от остальных вещей. Раз уж начала с платьев, сразу вам покажу третье. Оно уже не повседневное, не из натуральной ткани, но оно, как и все вещи Fashion Nova, просто фантастически классно моделирует фигуры. Очень клевая, силуэтная, с разрезом и с асимметричной деталью сверху. Кстати, если вы вдруг не смотрели мое недавнее видео про моделирование фигуры с помощью фасона подежды, обязательно переходите по ссылочке внизу, оно многим понравилось, получилось очень полезным. Я продолжаю находиться в поиске идеальных голубых джинсов и заказала себе две новые пары. Правда, не уверена, что какие-то из них оставлюсь. Смотрите, первые это вот такие мам джинс на высокой посадке. Привлекли они меня, прежде всего, в первую очередь, вот такой своей деталью, которая очень классно подчеркивает бедра и делает талию более узенькой. Вот. Что мне не понравилось, это, во-первых, что они не прям вау сели на попе, а это для меня такой один из главных критериев. Во-вторых, мне не особо понравился оттенок голубого. Какой-то, вот знаете, слишком такой цветной, не потертый, не пыльный, не грязноватый, не выширканный, как я люблю. Вот. Для сравнения, вторые джинсы, у них классный оттенок голубого. Просто на сайте при студийном освещении очень часто многие вещи смотрятся светлее, чем потом они выглядят в реальности. Вот. И, во-вторых, мне здесь не особо понравилась строчка. Вот. Опять же, в сравнении у этих джинсов классная строчка. Здесь такая плотная нитка правильного оттенка, как на качественных брендовых хороших джинсах. Вот. Здесь нитка, на мой взгляд, она немного дешевит весь внешний вид их. Но, опять же, это чисто мое мнение. Я такая прям слишком придирчивая в выборе джинсов обычно. У этих джинсов, как я уже сказала, классный оттенок голубого. У них классная строчка. Но здесь мне не особо понравилось, как они в целом на мне сели. Здесь уже фасон не мам джинс, а скорее бойфренд. И еще одни джинсы. Вот эти прям классные. Это черные скини-клеши. Уже давно себе такие искала. И, девчонки, если вы хотите худые, бесконечно длинные ноги, то самая идеальная модель – это черные клеши на высокой посадке. Если в сочетании с каблуками, то это вообще просто ащ. Кстати, я внизу, как обычно, укажу свои параметры и что в каком размере я заказывала. Потому что все джинсы, по-моему, у меня в разных размерах. Запишу, что маломерит, что большомерит и так далее. Идем дальше. Следующая вещь – это такой замечательный джинсовый комбезик. Тоже суперклассный. К нему еще в комплекте шоу-пояс, который завязывается на банк. Но я такой не люблю, поэтому я сразу его убрала. Этот комбез классно смотрится с черным, качественным ремнем, с грубыми черными ботинками. Единственное, мне не особо хватило объема сверху. Но если взять на размер побольше, то уже будут слишком свободные брюки. То есть, знаете, такой комбез прям стандартненький, сидящий по фигуре. Если бы верх, вот эта вот жилетка была немного такая оверсайз, было бы намного круче. Хотя, в любом случае, он действительно классный. Также я заказала черные спортивные лосины. У моих найковских уже, знаете, начал так отклеиваться значок. И вообще, черные лосины без каких-либо логотипов – это, конечно, такой менее спортивный, более универсальный вариант. Потому что, как показала практика, черные лосины я достаточно часто использую в своих повседневных образах. Ношу их со всякими худи, с джинсовой курткой. Мне сразу понравилось, что у них широкий пояс. И, во-вторых, посмотрите, какой классный пошив на попе в форме такого сердечка. Опять же, очень здорово моделирующего фигуру. И эти лосины, по всей видимости, так же, как и то платье из вискозы, из какой-то премиальной линейки. Потому что качество ткани – это просто вышка, ребят. Вот, честно, ни мои найковские лосины, ни мои лосины предыдущие из Ойша. Хотя я вообще в целом считаю, что в Ойша суперклассные лосины по качеству. Они не сравнятся с этими. Здесь просто настолько фантастическая ткань. И настолько они круто сделаны. Здесь очень такой плотно утягивающий пояс. Здесь есть вот такие кармашки. В целом, все вещи, они такого хорошего, приемлемого качества. Но вот это вот платье и вот эти вот лосины, они настолько вот на несколько порядков выше, как будто это действительно какой-то премиальный бренд. Вы знаете, что сейчас подумала? Что я сижу, нахваливаю эти вещи, а возможно, их уже и нет в наличии. Потому что, по-моему, когда я заказывала, они были чуть ли не последние. Если что, я оставлю ссылки на похожие вещи из этих же линейок. Платье вроде бы было еще в голубом цвете. Вроде бы были такие же топы, как платье. И вроде бы как лосины были еще в велосипедке. Последняя вещь на сегодня. Это вот такой комплектик из вискоза. Тоже, кстати, хорошего качества. Здесь велосипедки и топ на замке. У топа здесь двойной замок. Можно расстегнуть немного снизу, можно расстегнуть немного сверху. Можно вообще сделать вот так. И носить как нынче модно. За что еще люблю и обожаю всякие подобные сеты. За то, что их можно классно сочетать по отдельности. Да, с другими вещами. Так, ну все. Это были все вещи на сегодня. Надеюсь, что видео вам понравилось. Что вы немного вдохновились. Подсередитесь хорошим настроением. Я благодарю вас за просмотр. Всех целую, обнимаю. И до скорой встречи в новом видео.